Добрый вечер! Сегодня у нас очередное занятие, предпоследнее занятие в этом семестре университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Экономическая борьба» ведет занятие член Российского профсоюза докеров Михаил Юрьевич Келяев. Здравствуйте, уважаемые товарищи! И хотел бы вначале всех поздравить с прошедшим праздником 9 мая, Великим Днем. Всех здесь присутствующих, ну и всех, наверное, кто будет смотреть в записи мое выступление. Действительно, 9 мая, наверное, сегодня общий всенародный праздник. Вот. И я считаю, что есть, конечно, еще один такой же праздник, который объединяет огромное количество людей. Вот. Это Первомай. Первомай по причине того, что это праздник труда. Вот. А здесь мы встречаемся в этом университете, университете рабочих корреспондентов. В общем, людей, которые непосредственно связаны с трудом. Вот. Поэтому я думаю, что это один из тех праздников, который, второй по величине, который должен объединять всех трудящихся. И сегодня мы поговорим, или я попытаюсь донести не только свои, может быть, мысли о экономической борьбе, но и на самом деле меня приглашают сюда выступать, как человек, который, ну, практически, вот, имеет практический опыт этой экономической борьбы. Вот. Мне радостно видеть, что здесь много товарищей, которые, я так понимаю, рабочих. Вот. Я, конечно, говорю с иронией, но я думаю, что многие рабочие будут смотреть это, может быть, в записи. Вот. Почему, наверное, все-таки важно еще иметь возможность не только познание теоретическое иметь, но и иметь какие-то практические представления о реализации некоторых идей на практике. Ну, в общем, я много сказал, а главное, я хотел сказать, ну, оттолкнуться от первого мая и от праздника труда, вот, по причине того, что, ну, труд влечет за собой экономические, как говорится, интересы трудящихся, и мы знаем, что трудящиеся нашли один из способов, как реализовывать свои экономические интересы, это объединение в профсоюз. Вот об этом, как бы, я и хотел рассказать, по причине того, что сегодня очень редко можно услышать в средствах массовой информации информацию о том, что в каком-нибудь, ну, где или когда происходят как раз забастовки, и когда рабочие выдвигают требования, и как они их отстаивают. То есть сегодня такой вот, можно сказать, безвременнее, и мало этой информации, где слышно. Ну, а и вообще информация о том, что сегодня идет, и частенько можно было и услышать в рамках университета рабочих корреспонденцев, вопрос обсуждения, что первично, что вторично, экономическая борьба или политическая борьба. Все мы знаем, что сейчас вот произошли выборы, и все были увлечены политической борьбой. Но по моему убуждению, все-таки на первое место выходит все-таки экономическая борьба. И людям, которые занимаются партийной работой, непосредственно, на мой взгляд, нужно больше огромное уделять, уделять внимание именно работе в рабочих коллективах, уделять внимание организации профсоюзов. Ну и через профсоюзы, через выдвижение экономических требований можно решать и политические вопросы. Ну вот. А свой рассказ я хотел бы начать и построить немножечко, то есть, такого жизненного описания, то есть, своего личного, вот, потому что моя трудовая деятельность была связана с Ленинградским морским портом. Я, ну, практически 20 лет имею трудового стажа докерского. На сегодняшний момент уже больше 9 лет я не работаю по причине, так скажем, независящих, а может, и зависящих с работой. Но так произошло, что я устроился в порт как раз в тот момент, когда организовался профсоюз. Значит, профсоюз докеров был организован в 91-м году, а я пришел в порт, ну, так официально у нас считается, время организации, ну, то есть, день рождения профсоюза докеров, это апрель 91-го года. Я пришел в феврале 92-го, то есть, можно сказать, вот, являюсь, так скажем, мы ровесники. Значит, как это и происходило, это на самом деле очень интересный тоже такой вот момент, потому что сегодня тоже можно столкнуться с дискуссией в обществе о том, что на сегодняшний момент трудно, можно сказать, невозможно организовать профсоюзы. Понятное дело, что жизнь меняется, вот, и тенденции тоже в ней, они и законы меняются, и условия меняются. Ну, вот, 91-й год, мы все помним прекрасно, что это тоже такое непростое время, время, так скажем, революционное, то есть, наше государство перешло или переходило, или, как это сказать, в другую формацию, не в другую формацию, но, вернее, возвращалось в буржуазный строй, скажем так, был такой слом. Вот. И на тот момент, все мы знаем, в нашем обществе, вот, в нашей стране существовал один большой единый профсоюз, ВЦСПС, вот, в нем были свои подразделения, и вот Ленинградский морской торговый порт относился и был объединен профсоюзом водного транспорта. Водного транспорта – это большой профсоюз, который объединяет практически всех работников, ну, массовый, огромный, большой был профсоюз, и в Ленинградском морском порту докеры представляли тоже в нем определенную часть, то есть, были цехкомы докеров, и докеры могли, ну, так скажем, свои не требования, а свои пожелания высказывать и обсуждать. Ну, вот. Вот. Но, к сожалению, так сложилось обстоятельство, что предложения докеров зачастую уходили в песок, никто их не слышал, никто не хотел, может быть, и... Ну, мы тоже знаем, может быть, кто сталкивался в те времена с профсоюзом, вот, то есть, он был, так скажем, правой рукой директора, да, то есть, он решал больше вопросы такого характера, как обеспечение путевками, какие-то вопросы культурно-массовой деятельности, и вопросами, непосредственно связанные с производством, редко когда касался. Ну, конечно, касался, мы знаем, что и охрана труда лежала на плечах профсоюза, то есть, нельзя так просто сказать, что профсоюзы бездействовали, но имела такая тенденция, имелась. Ну, и вот эта вот косность, она, так скажем, ну, не косность, можно сказать, такой вот взгляд на эти вещи, он так потихонечку и перекочевал буржуазность, так скажем, общества, вот, и непосредственно интересы экономические было трудно отстаивать. Ну, вот, хочу сказать, на чем организовался наш профсоюз. Наше одно простое требование было в свое время, то есть, никак не регламентировался, например, в порту физическая нагрузка. Это было такое вот упущение, не упущение, но, то есть, за смену, в принципе, докеры вручную перекладывали по 60 тонн в смену. Ну, это была, на самом деле, такая тяжелая физическая работа, это когда ты опускали тебе в труму 8 часов, и ты практически без перерыва это дело убрал большие мешки и их там из дальнего угла на просвет таскал. Это было такое вот основное требование, которое консолидировало, можно сказать, людей на то, чтобы, так как нас не слышали в этом профсоюзе, принять решение и найти способ, как эти решения решать. И было принято решение, что мы организовывать будем свой самостоятельный профсоюз. Состоялась, организовалась инициативная группа, и было объявлено о том, что мы, ну, так, негласно будем организовывать свой профсоюз. Значит, как это происходило? Мы это не афишировали ни перед директором, ни особо нигде об этом не говорили, а занялись такой внутренней работой, сбором заявлений и организаций профсоюза. Вот. У нас был выделен, освободили двух людей, вот, которые занимались, они практически даже получилось так, что больше половины года находились без оплаты. То есть у нас не было открыто ни счета, ничего, просто вот люди как-то работали на таком своем энтузиазме, да. И вот где-то в июне месяце произошел такой вот момент. Нам удалось, инициативной группе удалось собрать больше половины заявлений докеров в порту. И уже после этого было во всеуслышание объявлено о том, что мы объявляем о создании профсоюза, что у нас уже в профсоюзе состоит такое-то количество людей, которые объединяют больше половины докеров. Вот. Ну и тогда, в принципе, было такое время, что можно было свободно и открыть счет. Ну, произошло следующее. То есть мы уже приобрели свой официоз. То есть у нас был открыт счет, у нас уже были подписаны официальные документы, которые говорили о том, что вот организация существует. Ну, то есть мы стали существовать как официальная организация. Вот. И вот интересный момент, который я хотел бы сказать. Здесь мы частенько слушаем лекции представителей, так скажем, науки. И они так рассказывают, есть такое в диалектике понятие скачок. Вот, что было интересно проследить, как раз-таки вот диалектический момент. Это после того, как было объявлено о том, что у нас собрано заявление больше 50% докеров, то за короткий промежуток времени профсоюз добрал до количества 90%. То есть буквально за короткий промежуток времени. То есть все оставшиеся докеры, которые сомневались или которые колебались или еще что-то, вот, они с легкостью, в принципе, написали все заявления. И у нас получилась ситуация, что в профсоюзе было практически 90% всех докеров. Я вот, например, по себе могу сказать, то, что когда я пришел в 92-м году и учился на курсах, есть такие, ну, как в производстве, да, непосредственно учился профессии, к нам пришел Владимир Александрович Петров, это руководитель цехкома 2-го района, и рассказал, ребята, вы пришли работать в порт, у нас есть профсоюз докеров, вот, и вы вливаетесь в бригады, и я вам как бы, ну, не рекомендую, а рассказываю о том, что у нас все члены профсоюза. Вот. И всех присутствующих мы тут же, буквально никто даже не задумывал, и все написали заявление тогда профсоюзу. Вот так произошло то, что я стал членом российского профсоюза докеров. Ну, вот. И, значит, дальнейшие шаги, которые были предприняты, так как это начиналось еще в те такие пересрочные времена, в 91-92 год, у нас в порту на тот момент существовал коллективный договор. Достаточно такой большой, объемный, но вот он нас как-то не совсем устраивал, и изначально было проведены переговоры с работодателем, и появился, как это сказать, дополнительное, по-моему, соглашение, такая тоненькая бумага. В общем, мы выдвинули всего лишь три требования основных. Мы понимали на тот момент, ну, некоторые из наших умных товарищей, руководителей нашего профсоюза, вот, как бы это сказать, они прочувствовали эту ситуацию, которая грядет в нашей стране, и было принято решение, первое, мы ограничили физическую нагрузку, это было такое революционное, вот, принятие решения положительное, то есть была физическая нагрузка ограничена до 24 тонн смену. И второе, два момента, было определено уровень тарифной ставки и были определены время выплаты заработной платы. Вот эти вот три положения, которые такие базовые, которые мы считали, они были сделаны, как в виде дополнительного соглашения, такое маленькое соглашение, брошюрка была. Вот, и если вернуться, это не потребовалось нам больших никаких коллективных действий, на самом деле, никаких забастовок мы не проводили, ничего не проводили, вот, но если мы коснемся, когда же были первые коллективные действия, ну вот на моей памяти это был, я не, вот сейчас могу тоже, времени прошло достаточно много, это был как раз или 92-й год, или 93-й, когда, может быть, кто застал или не застал, это вот проблема с зарплатой, то есть ее начали задерживать, ее на многих предприятиях перестали платить вообще, вот, и такое же произошло у нас, так как информация, мы знаем, быстро распространяется, нам было сказано, завтра должна быть по коллективному договору выплата заработная плата, нам сказали, что заработной платы не будет. Ну и тогда наш профсоюз заявил о том, что вы знаете, уважаемые работодатели, то что мы, если вы не выплатите через, там я не помню, по-моему был один что ли день, то есть, если не будет выплата заработной платы, то мы приостанавливаем работу. Вот, тогда на тот момент регламентация, как проведение коллективных действий, она была проще и не была в таких вот жестких рамках, как находится сейчас. Я это прекрасный момент помню, значит, к нам пришел председатель легчехкома, говорит, зарплаты нету, вот, значит, приостанавливаем. Вот, приостанавливаем, обед проходит, приходит, говорит, так, зарплата появилась в кассе, начинаем работать. И вот мы, это было первое, такие коллективные наши действия, когда мы буквально полсмены просидели. И это был первый в моей жизни, ну, такой, скажем, случай, когда я заработную плату, заработная плата составляла, у меня вот, ну, два вот таких вот мешка. А почему? Потому что не нашли, я не знаю, где они нашли, но заработная плата всем работникам была выплачена монетами, железными, там, вот, я помню, вот эту тяжелую, тяжесть зарплаты и ощутил на своих, так скажем, плечах. И каждый докер нес домой мешочки, как буратино, правда, не золотыми, но с тяжелыми рублями. Это был такой первый момент, интересный в нашей практике коллективных действий. Значит, ну, а дальнейшие, если мы будем рассматривать в развитии жизни профсоюза и как происходили какие были дальнейшие шаги коллективных действий, то в 90, я уже не помню, в 94 году, наверное, происходило такие события, то, что начиналось акционирование и Ленинградский морской порт попал в тот же список и принял в том же участие. Да, то есть, большой Ленинградский морской порт перестал существовать так таковой, а превратился в районы. То есть, у каждого района появился свой собственник, каждый попытался как-то урвать себе кусочек этого порта и вот так получилось, что из единого большого организма у нас порт превратился в район. вот, а это, нет, я, наверное, ошибся, то есть, это не тогда еще были первые, потому что мы столкнулись с проблемой необходимости, в 94 году это, у нас был первый коллективный договор самостоятельный, мы тогда вышли. В 98 году реорганизации. Да, это я вот ошибся, а в 93 году это как раз был первый коллективный договор, который был подписан непосредственно нашим профсоюзом с работодателем, вот. И тогда я помню эти тоже события, тогда нас работодатель встречал в конференц-зале в красном здании, тогда все было так помпезно, я помню, был молодой, приходил, мне там было так интересно смотреть, наблюдать, когда директора выступают, говорят, отчитываются даже, ну, было так интересно за всем этим наблюдать и достаточно, ну, не знаю, можно ли сказать, что жесткие были какие-то переговоры, но работодатель пошел тогда достаточно, ну, можно сказать, свободно на переподписание коллективного договора, а коллективный договор, он был как, база та была, которая была еще в порту, ну, и докеры просто внесли туда свои дополнения, то есть, он незначительно менялся, и поэтому был легко принят администрацией, вот, и с этим коллективным договором мы прожили до, вот, 98-го года, когда, вот, началась большая реорганизация в порту, когда ее начали дербанить, делить, и вот, тогда тоже была такая ситуация очень напряженная, напряженность этой ситуации заключалась в следующем, то, что все переживали, боялись, как это будет происходить, структурные изменения, будет ли это всех увольнять, будет ли всех этих принимать, и вот задача была профсоюза добиться того, чтобы в каждом подразделении был переподписан коллективный договор, и чтобы все люди без каких-то там проблем перешли в новые подразделения. Для этих целей тоже было, что сделано, было объявлено о начале коллективных действий, о проведении, так скажем, были проведены переговоры долгие, кропотливые, ну и в этот момент действовал, в порту у нас действовала забастовочная ситуация была, вот, которая особо не афишировалась, это была внутренняя, так скажем, внутренняя проблема, внутренние вопросы с переходами связаны. Но, однако же, это создавало напряженность, были такие серьезные напряженные переговоры. Ну и я хочу сказать, то, что вот в этот момент при переходе так скажем, в новые структурные подразделения были переп, ну, каждое подразделение вело свои коллективные переговоры, и вот были такие моменты несогласованности внутренней профсоюзной, так скажем, внутренней профсоюзной недоговоренности, несогласованности, привели к тому, что в итоге получились коллективные договора, которые имели различия. И вот получили, что докеры одной профессии имели некоторые разночтения в коллективном договоре, ну, в общем, не на совсем одинаковых условиях, можно сказать, так работали, и это впоследствии тоже сыграло такую нехорошую с нами шутку. Ну и самое такое крупное и, может быть, такое массовое коллективное действие, я думаю, что может кто-то слышал и помнит, это было в 95-м году, а такие массовые, по-моему, действия это были в 2005-м, а такое массовое были действия это в 2007-м году. В 2007-м году это когда мы выходили с вопросами повышения заработной платы, и вот тогда тоже очередной была ситуация связана с изменением формы, ну, то есть пришел к нам новый собственник, и вот тогда длительное время нашему профсоюзу пришлось вести коллективную борьбу. и вот это было первое время, когда мы действительно дошли, наш профсоюз дошел до объявления забастовки, и это было время, когда мы действительно реально ее проводили, вот, и это было время действительно, когда мы по признанию самого же работодателя одержали победу. если мы будем говорить, вот вернемся к этому вопросу о том, как экономические требования могут переходить в политические, вот я хотел бы вам такой интересный момент рассказать, может быть уже и говорил, рассказывал, то, что в процессе забастовки работодатель, ну, как бы, ну, во-первых, для докеров очень сложно еще определиться с формой забастовки, было, так как мы все вышли из, так скажем, социалистического, ну, так, времени, вот, и у нашего народа понятие, что такое забастовка, было простое, то есть ты сидишь, останавливаешь работу и сидишь и ждешь, наши руководители профсоюзные, они предложили другой вариант и понимая, осознавая то, что такое примитивное понимание забастовки ни к чему хорошему не приведет, лишь только тому, что работодатель потирает руки, у нас даже наш любимый директор ходил по подразделениям и говорил о том, что, ну, ничего, ничего, вы тут день-два посидите, потом жены, потом дети, скажут вам, папы дорогие, где ваша зарплата, ну, давайте, мы подождем, вот это, в принципе, было такое выжидательное и мы понимали такую важность момента и было принято решение, изначально мы пошли такими, были приняты решения о том, что мы не выходим сверхурочные выходные, вот, было ограничение, то есть мы не работали, а сверхурочные выходные, это достаточно такое вот время, когда докеры могли, ну, так скажем, неплохо подзаработать, мы это ограничили. Дальше, ну, смотрели на это, работодатель, ну, терпит и мы терпим, вот, значит, дальше произошел следующий шаг, который был, такой, поэтапное было движение, дальше, следующий шаг, мы приняли решение, ну, понятие, ну, все понимали, осознавали о том, что, ну, не двигается работодатель, и было объявление о забастовке, то есть, что мы будем проводить забастовку, и вот стал вопрос, в какой же форме ее проводить, и тогда мы приняли решение, что забастовка будет, приостановка работы, на всего лишь на час, вот, ну, час, дальше продолжаем работать, ну, работодатель подумал, что, ну, в час и все, ну, вот, а для транспорта, это на самом деле, да, и для любого производства, это когда есть план, когда есть свой ритм производства, вот, то, что если вы, у вас запланировано выгрузить, там, 20 вагонов, вы почему-то выгружаете 10, то это неизбежно приводит к тому, что, ну, вот это все накапливается, 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 и получилось у нас в конце, железные вагоны, железнодорожные вагоны были забиты, ну, все подъезды к Санкт-Петербургу, железнодорожные были заняты вагонами, которые шли в морской порт, вот, создался такой вот коллапс, вот, и дальше работодатель, и вот, вернемся к тому, что как раз я хотел сказать вам о том, что, где, это вот грань политических, экономических таких вот моментов, да, ну, вот, мы приняли такой, такой интересный шаг, значит, так как была объявлена забастовка, и в период забастовки, забастовочный комитет отвечает за сохранность имущества, имущества собственника, то есть за имущество кранов, складов и так далее, ну, и было принято решение о том, что, ну, а для того, чтобы эту сохранность как-то реализовать, необходимо было создать дружины, дружины, такие добровольные, раньше мы, ну, все знаем, было ДНД, да, кто-то может ходил дежурить, да, за это получал дополнительные дни к отпуску, я тоже как-то так был к этому причастен, а у нас мы тоже решили это воссоздать, и что сделали, мы пригласили на одно из совещаний, непосредственно директора по режиму, пригласили представителя, а тогда в полиции, ну, или я не помню, в милиции еще была, была тоже служба, которая как раз занималась добровольными дружинами, мы пригласили в водный отдел милиции, человек, который мог бы с нами провести, так скажем, обучение наших дружинников, значит, мы создали положение об этой дружине, так это все было интересно, серьезно оформлено, вот, и к нам в цехком пришли, значит, эти представители, ну, и мы там в беседе начинаем им рассказывать о том, что, ну, вот мы, да, готовы выйти, охранять, у нас будут повязки, все, в момент забастовки мы никого не будем допускать, кранам и судам и так далее, и так далее, через некоторое время, а, реакция, значит, представитель охран, а мы, значит, ну, а вы, извините, мы вас тоже не можем подпустить, вдруг вы что-нибудь нам тут испортите, ну, значит, ну, и через какое-то время пришло осознание, наверное, к высшему руководству о том, что, что может дальше получиться, если так будет происходить, то, что по сути своей, собственниками, так скажем, средств производства на какое-то время становятся докеры, ну, то есть, вот так вот, если взять, то есть, они будут командовать, кого пустить, кого не пустить, вот, а это же мое все, как это так, и вот это первое такое раздвоение, на мой взгляд, сознания у работодателя, оно, такой вот, легкий толчок в продвижении коллективных, наших коллективных действий, возымело место. Это такой вот один из шагов интересных, когда как раз таки, вот, получается, интересные такие качели, экономические требования, вливаются в то, что в итоге работодатель вдруг может, мог потерять управление производством. И на предприятии непосредственно работники как раз таки и становились теми управляющими, которые могли говорить, когда, во сколько, где, а по сути своей, в принципе, так оно и происходит. То есть, если забастовочный комитет, он был наделен полномочиями, мы могли забастовку приостанавливать, мы могли принять решение на разгрузку того или иного судна, вот, ну, то есть, вот у нас, в принципе, такая гибкость, она имела место быть, это было достаточно собрать представителей забасткома, принять решение, быстренько это дело оповестить и это дело принять. И это тоже, отчасти, может быть, так вот работодателя очень даже такие, ну, испугало, можно сказать, а может быть, напрягло. Ну, не знаю, вот такой вот был интересный момент. Это первый. Мы говорим о том, что экономические требования в политические. Вот еще один такой важный момент, когда, ну, было очень тоже тяжело все шло, шло, шло. И один из, ну, не то, что капли, может быть, после которой вопрос решился, это был, когда мы сказали, что, уважаемый работодатель, если, ну, в конце концов, вы не идете, мы пишем письмо непосредственно президенту с предложением о национализации предприятия, по причине того, что вы не можете договориться с работниками, то есть, вы являетесь этим вот очагом напряженности, вот, вы являетесь неумелым, ну, субъектом, порт является стратегическим объектом в народном хозяйстве, ну, и так, письмо было красивым, вот, грамотно составленным, вот, и это было письмо, я не помню, по-моему, мы даже напечатали его в газете своей, извиняюсь, не своей, а в газете «Народная правда», вот, и буквально через какое-то время, да, коллективный договор был переподписан, было подписано положение о премировании, и, в общем, коллективные тогда вот действия мы приостановили. Это вот вопросы о том, возможно ли через профсоюз, через организацию рабочих организовать какое-то, ну, политическое давление на класс противоположный. Это можно, вот. Ну, а если вот касаться еще таких вот технических нюансов, вот у нас, да, например, я уже говорил о том, что мы объявляли забастовку, во-первых, объявили ее бессрочной, мы не ограничили себя сроками, вот, для чего? Ну, как раз-таки по причине того, что закон нам позволял в этот момент иметь гарантии определенные, то, что работодатель не мог провести никакую реорганизацию. Это первое. Второе, значит, вот этот вот гибкий подход работодатель не ожидал, отчасти, то, что мы будем вот таким способом вести забастовку с приостановкой на такой небольшой промежуток, ну, на короткий, да, час, следующее, значит, у нас, они нас не по сну, как-то так, не отреагировали, следующее было уже заготовлено, там, два часа, и мы так поэтапно пытались вот приостанавливать работу с увеличением, с уменьшением, ну, то есть, ограничением времени, причем, что это было связано, как это было связано, то есть, по сути своей, работники теряли в заработной плате, но они теряли заработную плату не всю, а только часть, которая все-таки позволяла им, ну, и семьям существовать, то есть, это по финансам, так скажем, не так сильно било работников. Потом, это приводило к тому, что были приняты такие шаги, то, что так как порт единая организация, да, приостановка работы происходила, например, в разных районах в разное время, что это такое, например, или забастовка вот разных подразделений, например, коронавщики у нас бастовали, например, с восьми до девяти, докеры с девяти до десяти, а там технари, там, ну, то есть техника бастовала, там с одиннадцати это, то есть, такой был рваный такой режим забастовки, который, по сути своей, докеры, в своем, так скажем, времени бастовали только один час, а по смыслу почти это касалось полдня, и так, так это все тоже все сложно, пока туда-сюда организовать и начать работу, то есть было сложно, это такой вот рваный, это был такой вот наш один из шагов, способов ведения коллективных действий, дальше, дальше, мы приостанавливали, когда начинались коллективные, ну, то есть переговоры, иногда к нам приходили, а, было моменты, когда, ну, мы понимали, что порт все-таки единое, хозяйство, и когда, ну, к нам были обращения даже со стороны, можно сказать, грузоотправителей, что вот, ребят, ну, мы уйдем, да, ну, и были, принимались иногда решения для того, чтобы продолжать работу, вот, то есть, ну, такая вот гибкая, я хочу сказать, то, что вообще коллективные действия, на самом деле, они не можно сроднить таким искусством своего рода, то есть ты ищешь какие-то шаги, пути неординарные, которые ставят работодателя, ну, в такое вот подвешенное, непростое состояние, когда он не ожидает от тебя каких-то шагов, это всегда вот его вызывают такие вот нервные колебания. Хотел бы отметить еще огромное значение и важность, это информационное. Значит, при том, при всем, что у нас был забастовочный комитет, и он работу свою проводил, понятное дело, вот, у нас активно происходило в этот момент, так скажем, информационная работа, это были почти, что не еженедельно, ну, да, можно сказать, еженедельно, а бывали до сих пор и экстренные выпуски рабочие, то есть газеты «Народная правда», по-моему, да, у нас был докер, вернее, выходил докер, а он в рамках был газеты «Народная правда». Это фонд рабочей академии нам оказывал в этом огромное содействие. И мы, значит, докеры, я помню, вот в чем еще тоже искусство, то есть, понятное дело, вытащить кого-то докера и попросить его написать какую-то статью всегда было сложно, но был редакционное такое ядро, которое писало статьи. Ну, а докеры, когда знакомились со статьей, легко, в принципе, каждый докер мог под этим подписаться. И поэтому у нас газета всегда выходила под подписями там докер Сидоров, докер Беляев, докер Иванов. Ну, то есть, вот работодатель видел, что это такая вот докера, и так это имело очень важное значение. газета распространялась не столько среди докеров, а среди работодателей, создавалось информационное поле, и это информационное поле, так скажем, играло в большой, так скажем, нам плюс. Вот. Это вот по поводу вот таких вот переходов в политике, экономики в политику. Ну, и я не знаю, тут тоже мы говорили о том, что, например, вот самое массовое действие политическое, на мой взгляд, выросшее, так скажем, и поддержанное профсоюзами, если мы вспомним, в 98-м году это заключение нового трудового кодекса. Вот. Это когда в Государственной Думе было обсуждение, и когда объединенные профсоюзные организации, ну, то есть, объединенные, вот, разные, я хотел сказать, профсоюзные организации объединились вокруг этой борьбы, и я помню, что, например, наш профсоюз даже выделял несколько автобусов с членами профсоюза, мы ездили в Москву, вот, пикетировали в Госдуму, вот, в Госдуму, прекрасно видели, как, там, ребята рассказывали потом, как Жириновского, бабушки побивали палками, то есть, это они все воочию видели, ну, то есть, такая живая картинка, и это показано было, что, вот, как, из профсоюзного движения, можно сказать, родилось такое требование заключить трудовое законодательство, которое соответствовало бы нашим чаяниям и требованиям, и в принципе, так, если брать по большому счету, это было нами, можно сказать, реализовано. Ну, вот, я хотел сказать, то, что шаги эти были в этот промежуток временной, когда, ну, вот, скажем так, мы, профсоюз, был достаточно активным, живым, таким организмом, если вы у меня спросите, а что происходит сегодня, ну, вот, на сегодняшний момент, к сожалению, можно констатировать то, что не только профсоюз учится, вот, и работодатели тоже, вот, и на сегодняшний момент, вот, такие были тенденции о том, что, сперва, возраст средний докеров был достаточно высокий, и за короткий промежуток времени численность работников в порту сократилась, а сократилось соответственное количество число докеров. Это первый момент. Второй момент, значит, работодатель понял, что необходимо создавать какие-то структуры за рамками, ну, так скажем, порта, были созданы такие организации, ну, их нельзя назвать штрихбрекерскими, да, они, они входили в структуру ООО, но туда были, нанимались не докеры, вот, впоследствии, правда, они стали докерами, грузчиками, и которые работали по срочным договорам, ну, то есть, который не распространялся на этих людей, коллективный договор, и эти люди, они, в принципе, вот, в необходимый момент могли, ну, я имею в виду случаи проведения забастовок, каких-то коллективных действий, как раз-таки заменить докеров. И такие вот моменты у нас, мы впоследствии столкнулись. Дальше работодатель понял, что необходимо овладевать, так скажем, и умами, то есть, массами, вот, внутри профсоюза начались внутренние противоречия, которые привели впоследствии к расколу, ну, то есть, так вот у нас был единый организм, а потом стал разделён. А работодатель, это, ему это всё было на руку, и, например, я хотел сказать, то, что практически Российский профсоюз докеров перестал финансировать выпуск газеты докер, и практически сегодня редко, когда, ну, практически это редкий случай, когда в порту вы можете, ну, её практически нет этих случаев, когда выходит газета докер. А вот непосредственно информационный работодатель даже начал выпускать журнал, красочный такой, вот, у неё, я помню. Потом у него была ещё газета, которая была посвящена людям, которые работают на производстве. и вот он потихоньку-потихоньку начал вести эту работу, которая впоследствии вот привела к тому, что, например, если, вот там, не помню, в девятом году численность, например, в объединённой организации первой и второй стивидорной, сейчас это ООО Морпорт СПБ, было где-то около тысячи человек, то сейчас, например, докеров в профсоюзе где-то 100 человек. Ну, это связано с естественной убылью, ну, и с некоторыми аспектами, что люди просто стали выходить. Это первое. Второе, значит, работодатель научился тоже вести такую свою борьбу, он создал так называемый Жёлтый профсоюз, так как, как только Российский профсоюз потерял своё представительство, то есть, у нас мы не стали представлять больше половины работников организации, то, соответственно, мы не стали инициаторами, не могли стать инициаторами переговоров, подписантами могли быть коллективного договора, но это усложнило нашу работу, и вот одна из факторов, как бы, чтобы нам усложнить, был создан Жёлтый профсоюз. Туда быстренько всех согнали ПТРовцев, подневольных, которые зависят от администрации, вот, и вот, когда у тебя есть уже несколько профсоюзных организаций, то, понятное дело, всегда проще управлять, если эти профсоюзные организации не находят, не находятся в согласии. Вот, что и произошло сейчас в Моркпорт СПБ. Но это вот, как у нас говорят, это одна сторона медали, вот вторая сторона медали, ну, как не сторона медали, это вот, если посмотреть на этот же, ну, то есть, скажем так, факт о том, что существуют Жёлтые профсоюзы, вот, которые, там, несколько профсоюзов, вот у нас есть такая организация, как Контейнерный терминал, вот там тоже существует не одна профсоюзная организация, а две профсоюзных организации, но там вот организация старая ещё, которая представляла интересы ВЦСПС, так она и осталась, по-моему, профсоюзная организация свободного транспорта, и есть профсоюз Докер, вот эти вот две организации, которые работают сплочённо, которые принимают консолидированные решения, и работодатели видя это для себя, наверное, или как-то принимают решение о том, что, как бы это сказать, ну, проще договариваться всегда, проще договариваться, и у них на сегодняшний момент нету таких вот ярких противоречий, которые бы позволяли, или которые заставляли бы выдвигать какие-то требования работодателю. Но вот ещё одна хитрость, которой пользуется сегодня работодатель, это то, что он индексирует заработную плату, вот, он индексирует заработную плату, но индексирует её ниже уровня инфляции. Вот, да, такое происходит, и что такое происходит, ну, как это, по сути, своей, то, что, если вы говорите и соберётесь провести коллективные действия по поводу того, чтобы вам там довели до уровня индекса заработной платы и так далее, то работодатель говорит, ну, как же, я же вам повышаю заработную плату, что ж вы, работники профсоюза, вы же дебоширы, вы же тут бунтари, вы тут мешаете производству и так далее, ну, то есть, и получается, такой, знаете, переворот небольшой, то есть, получается, что профсоюз выглядит действительно в не лучшем свете, то, что он тут бузит, непонятно, чего требует, люди все довольны, и так далее, и так далее. Вот один из способов, который нашел, так скажем, работодатель. Вот. Ну, я вот не знаю, если, конечно, какие вот еще аспекты, вот, в экономической борьбе или нет, ну, то есть, в общем, искусство, вот, это политическая, экономическая борьба, вот, и я вообще цель перед собой ставил такую, что показать то, что даже при всех условиях, которые сегодня, может быть, существуют, они наверняка разные от той ситуации, в которой был организован профсоюз докеров, вот, и которые существуют сейчас, но на сегодняшний момент существует возможность организовывать профсоюзы, существует возможность проведения и выдвижения своих требований, их реализации, вот, но я говорю, что к этому нужно подходить творчески, инициативно, вот, так скажем, и все возможно в этом мире, и эти три, как это говорится, из искры, которая может родиться, вот, на, на, да, борьбе за экономические интересы, может возгореться и большой план. Спасибо, Михаил Иванович, вопросы поступили. Вопрос, в своем развитии чего дойти профсоюз? Первое, как изменились условия труда по сравнению с 1992 годом? И второе, как изменилось реальное покупательное способность заработной платы? Реальное содержание заработной платы? Ну, значит, ну, я думаю, о том, что докеры стали перекладывать место там 60 тонн, 24 тонны, я думаю, это говорит о том, что значительно улучшились условия труда. Вот. Значит, что я хотел сказать, то, что на протяжении деятельности профсоюза в организации, организация наша профсоюзная уделяла огромное внимание аттестации рабочих мест. Значит, аттестация рабочих мест привела к тому, что, ну, не знаю, та огромная и большая часть докеров, которая сегодня ушла на пенсию, которая, пенсионный возраст, она ушла не только на пенсию, но она ушла еще, скажем, получив профзаболевание. то есть у нас практически докеры, которые проработал, ну, общепринято, признано вернее, то, что докеры, которые работают в порту более 10 лет, они практически все имеют профессиональное заболевание. Вот. Этому уделялось огромное внимание. Это первый момент. Это вот, ну, у нас жестко отсматривалось и отслеживалось там медицинские комиссии, которые проводились в порту. это по поводу, ну, не знаю, социальных условий. Изменились они. Они закреплены еще в коллективном договоре. Но дальше в коллективном договоре закреплена тарифная ставка, закреплено, существует положение опримирования. Ну, я вам хочу сказать, то, что ситуация, конечно, тоже поменялась. Например, вот работодателю за последнее время удалось убедить работников перейти на другую форму оплаты труда и имеется в виду сделищную. То есть, тот огромный объем работы. Ну, то есть, работодатель, он тоже хитрил через, так скажем, свой орган. А еще есть такой орган, называется совет бригадиров или бригадиры, которые, которые, ну, они такие вот ждокеры, но только они находятся в пограничном состоянии. И через них зачастую работодатель, если умеет, он умеет возможность надавить на коллектив. Ну, я хотел сказать, то, что было принято решение в организации перейти на другую форму оплаты труда на сделищную. Что это такое? Это есть работа, ты получаешь, нет работы, ты не получаешь. Ну, в принципе, как это сказалось на работниках, то есть, заработная плата, понятное дело, за какой-то промежуток так резко возросла, потом, значит, как-то стабилизировалась, вот, ну, возврата к тому, что было раньше, а раньше было, значит, оплата труда состояла, значит, была тарифная часть, была добавка за перевыполнение плана и был еще так, и еще была премия. Вот эти три составляющие части, они были достаточно стабильны, кроме премии, нам проходилось, да, частенько за нее бороться, это давало нам гарантии. Но, что еще хотел сказать, ну, я не буду говорить то, что в коллективном договоре прописаны все условия по поводу обеспечения тебя спецодеждой, ну, достаточно объемный коллективный договор, но, например, коллективный договор на ПКТ, он признан один из самых лучших сегодня действующих, наверное, в России, вот. Следующий вопрос. Как вы относитесь к инициативе Родфронта о поправке Трудовой кодекс об обязательной индексации заработной платы ниже уровня инфляции? Я хочу сказать то, что у нас в профсоюзе была сильная дискуссия и противоборство, и мы боролись по этому вопросу. Ну, я не знаю, у нас, например, председатель, ну, и часть, может быть, тоже говорила постоянно, пыталась, ну, как сквести к требованию к работодателю, к выдвижению требований, как раз вопрос индексации. Значит, ну, у нас, ну, то есть, сильная была борьба, дискуссия, и, в конце концов, нам удалось перейти от этого понятия индексации перейти к понятию реального содержания заработной платы. Ну, я считаю, что это не прогрессивно, и это отрицательно скажется. Почему? Потому что существующие в коллективном, в гзоте положения, они, ну, не знаю, дают больше возможностей, что такое реальная заработная плата, и что такое индексация, по-моему, две. повышение меньше уровня инфляции. Вы только что говорили. И что? Ну, то есть, вы предлагаете, правильно я вас понимаю, вы предлагаете закрепить понижение, но какое же инфляция дает? Не меньше уровня инфляции. Ну, 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 и что не меньше? Ну, вам будут давать инфляцию, ну, примерно точно так же, как... Почему не дают? Почему не дают? Потому что нет коллективных действий. Ну, и что? Вы хотите сказать, то, что закрепить, закрепить и в гзоте. Но если вы высказали, спросили мою точку зрения, она негативна. Следующий вопрос. Слыхали ли вы о профсоюзе независимости? Руководитель Павлович. Нет, не слыхал, я, честно. И последний вопрос. Не знаю. А вот сохранилось ли в действующем коллективном договоре положение о полной индексации зарплаты и дополнительном повышении ее реального содержания за счет роста производительности труда в парку? Вот, честно, я сейчас не обладаю достаточно достоверной информацией, но единственное положение опримирования, которое было привязано и говорило о реальной заработной плате и связано это было господи, с повышением производительности, это было заключенное соглашение дополнительное на ПКТ. оно существует, но оно сейчас трансформировалось немножко так скажем в другой уровень, то есть на ПКТ были свои трудности, я как наслышан вот с падением как раз были введены санкции, у них там произошел большой обвал загрузки, но при этом же обвале работодатель смог удержать тот уровень заработной платы, который существовал до этого. на сегодняшний момент у них стабильный уровень заработной платы и при том при всем работодатель вот ушел, там как раз таки работодатель сам, как я понял, он повышает, индексирует тарифную ставку на уровень инфляции самостоятельно без всяких коллективных действий, поэтому для него это получается экономически выгодно, он не знаю, повышает ее, но при том, при всем уровень, я так понимаю, выдерживает незначительно, поэтому у работников на ПКТ мы не слышим, чтобы кто-то там бастовал по этой же причине. Спасибо, вопросы были. Значит, писали, что. Выступает нет, поэтому буквально коротко сидит. Я напомню высказание одного из классиков, что любой практический шаг рабочего движения ценнее десятка теоретических положений. Поэтому я бы хотел отметить, что те коллективные действия, тот опыт положительный и отрицательный коллективных действий докеров морского порта, в которых Михаил Юрьевич был и участником, и организатором, конечно, несомненно, ценен для нас. Тем более, если смотреть, во-первых, это настоящий профсоюз, куда входят рабочие. Во-вторых, таких примеров у нас по России не так-то много. У кого мы можем назвать еще? Это, во-первых, профсоюзы, входящие в состав межрегиональных профсоюзов, работников автомобилестроения, как вы сказали. Конечно, это огромный, положительный опыт профсоюза авиадиспетчеров, но вот авиадиспетчеров, в полном смысле рабочими, к рабочим невзятности, и отдельные рабочие профсоюзы, входящие в систему защиты. Поэтому я бы хотел поблагодарить Михаила Юрьевича за интереснейшую, ценнейшую лекцию и попросить, чтобы он еще бы подготовил нам и в следующем году занятия. Спасибо. Вам заключить на слово. Ну, я, конечно, с удовольствием откликнусь на предложение и проведу, может быть, еще лекцию по конкретной какой-нибудь теме, но действительно, по моим убеждениям, без организации рабочего движения, организация рабочего движения происходит непосредственно в структурах так называемых профсоюзных организаций. Я думаю, что политическое решение вопросов, оно невозможно. Вот. Поэтому все, кто занимается политической борьбой, борьбой, должен, как это у нас говорят, опуститься в коллектив трудовый. Ну, не опускаться до экономизма. Ну, а это вот я, наверное, привел вам, это неизбежно потом выходит. Из экономической борьбы выходит политическая борьба. Экономизмом, конечно, может быть, и не стоит увлекаться. понятное дело. Секундочку, перейдем. Политика, канцеринговое выражение. Спасибо. Спасибо. Объявление. Значит, у нас в следующий четверг заключительное занятие этого семестра. Тема занятия «Историческая тенденция развития собственности». Читает лекцию профессор Елена Бенетт Арандо. Мы встречаемся через неделю. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.